Ну а далее поговорим о ситуации на фронте. Нам в этом поможет Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке. Сергей, здравствуйте. Приветствую, господин Григорьевич. Давайте проанализируем ситуацию на фронте. Начнем с Восточного. Какая обстановка на самых горячих его участках? Это Авдеевская, Марьинская, Лиманокупинская? Да, обстановка остается очень напряженной. Мы наблюдаем продвижение российских войск в районе Авдеевки. Противник достаточно активно пытается двигаться в этом направлении, не жалея своих ресурсов, чтобы достичь хотя бы какого-то результата. И, в общем-то, ситуация там очень и очень сложная. Очень сложная. И мы внимательно за этим наблюдаем, как она будет развиваться. Также противник пытается продвинуться в районе Кременной. Продолжаются активные действия в районе Крахмального, где противник пытается закрепиться и удерживать те позиции, на которые ему удалось выйти. Продолжаются массовые обстрелы, непрерывные фактические обстрелы в районе Купинска, где противник тоже пытается достичь хотя бы какого-то преимущества. А в районе Новой Михайловки, это уже южнее Донецка, это уже даже южнее Марьинки, противник тоже пытается двигаться вперед. То есть для того, чтобы создать в будущем такое нависание над нашими позициями в районе Угледара. То есть идет обмен ударами, продолжаются штурмы, как мы называем местные штурмы противника, для того, чтобы достичь хотя бы какого-то результата. Как и чего ему удастся достичь в результате таких действий, сказать очень сложно, потому что применять методы оценки военной целесообразности в этом случае не приходится, потому что противник уже вышел на рубеж, когда его потери несоизмеримы тем успехом, которых он добивается на этом участке. Поэтому бои продолжаются, пока мы в принципе об этом и говорили. То есть когда мы читали заявление разных источников о том, что примерно где-то с 15 числа будет развиваться новое наступление, вот противник пытается атаковать всеми имеющимися средствами, они пытаются из потерявших боеспособность частей создать такие импровизированные подразделения, а штурм-З для того, чтобы продолжать атакующие действия. Что можете сказать о ситуации на Левобережье Днепра? Российские оккупанты продолжают проводить штурмы, и при этом украинский генштаб говорит, что в ходе вот этих штурмов экономит бронетехнику. Да, безусловно. Понимаете, там, исходя из специфики местности, которые там есть, используют бронетехнику противнику достаточно проблематично, потому что все-таки украинские силы обороны держат под контролем правый берег Днепра, он более возвышенный. То есть проводить наблюдение и своевременно выявлять сосредоточение техники, попытки его выдвижения удается значительно быстрее, чем противник начинает ее использовать. Поэтому даже для проведения так называемых десантных операций, для того, чтобы подвести личный состав ближе к линии столкновения, они используют такие молниеносные броски высадки десанта, и мгновенно, ну, подразделения, которые участвуют в штурмовых действиях, мгновенно уходят назад. Техника также повреждается и уничтожается в результате действий дронов, она повреждается и уничтожается в результате действий поставленных минных заграждений уже украинскими силами обороны. Поэтому противник вынужден действовать в такой, ну, уже традиционной для себя манере, если хотите, то есть используя в основном пехоту при поддержке, при поддержке артиллерии и при использовании авиации, которая сбрасывает на максимальной дальности управляемые авиабомбы, для того, чтобы причинить максимальный вред нашим защитникам Левого берега. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты. Как это трактовать? – Нужно понимать, что наш противник осознает, что мы находимся сейчас, знаете, в режиме такой просадки, когда помощь западных союзников в количественном и качественном отношении серьезно уменьшилась, и Украина будет испытывать определенные ограничения в маневре силами и средствах. Это, во-первых. А во-вторых, для противника эти месяцы тоже являются критическими, потому что нужно понимать, что поддерживать такой темп наступления, которые они сейчас пытаются вести, которые они сейчас пытаются вести, очень сложные, и они могут просто исчерпать все свои наличествующие ресурсы. Именно поэтому противник будет делать все возможное, чтобы, напрягая свои силы, напрягая свой боевой потенциал, добиться максимального преимущества или добиться каких-то результатов на поле боя, ну и потом уже как бы перейти в более такой спокойной фазе боевых действий. Подчеркну, что ни о каких переговорах речи быть не может, ни о какой заморозке конфликта речи быть не может. Может идти речь только о снижении интенсивности боевых действий. Но для того, чтобы снизить по замыслу противника боевые действия, он должен достичь определенных результатов, чего он сейчас пытается отчаянно добиться. Россия продолжает массированно атаковать Украину ракетами. Последняя такая массированная атака была вчера, 23 января. 41 ракету выпустил Кремль. Это только за утро 21 вооруженные силы Украины сбили. Учитывая, что сегодня 24 января, месяц до окончания зимы, можем ли мы говорить, что Российская Федерация этой зимой окончательно отказалась от тактики уничтожения украинской энергоструктуры? Ну, знаете, если говорить чисто из количественных показателей по дням и характера тех повреждений, которые наносятся в результате или попыток атаки на тот или иной объект, мы, в принципе, можем сказать, да. Противник как бы стратегически отказался от тактики уничтожения важных инфраструктурных объектов, потому что мы помним, что у нас были холода, минус 10 и меньше, но при этом противник все равно не атаковал инфраструктурные объекты, нанося в основном удары, или пытаясь наности удары, как они заявляли по объектам критической военной инфраструктуры, что, в общем-то, является для них логическим шагом, потому что они все-таки, понимая, что в результате рассредоточения и усиления возможностей украинской энергосистемы добиться каких-то существенных результатов, они вряд ли смогут, они поэтому сконцентрируют свое внимание, как они думают, на более достижимые цели. Поэтому мы видим, что противник атаковал и Староконстантинов, противник атаковал и другие места, где по его замыслу находилась военная техника, украинские силы обороны. Ну и, в принципе, не попадая по этим местам, как они думали, в которых находилась военная техника, они наносили удары по другим объектам. И, знаете, когда говорят, что они наносят удары по детским садикам, ну, в общем-то, если мыслить логика оккупанта, то по их предположениям, по их допущениям, детские садики используются как казармы. Переубедить их в этом вряд ли кому-то удастся. Поэтому мы видим такие жестокие террористические удары именно по таким объектам, как школы, детские сады, которые, по мнению противника, еще раз являются местами размещения, опять же, как они говорят, нацистских наемников, представителей других стран и так далее и тому подобное. Но, в общем-то, даже не попадая в такие объекты или промахиваясь, противник достигает, как они думают, другого результата, продолжая террор технического населения Украины. Суммируя все это, можем сделать такое определенное предположение, что вряд ли его приоритетом этой зимой становятся или будут еще объекты энергетической инфраструктуры. Хотя исключить этого нельзя. Посмотрим. НАТО начало крупнейшее за последние 40 лет учение. До мая будет длиться эти учения. 90 тысяч человек будут задействованы. Легенда нападения России на одну из стран НАТО, которая приводит в действие пятую статью. Как вы думаете, эти учения – это больше перестраховка или подготовка к возможной реальной угрозе? Вы знаете, в общем-то, учения стратегического уровня не могут рассматриваться только как перестраховка. Учения стратегического уровня, как правило, имеют перед собой несколько целей, которых они хотят достигнуть. И есть еще такие исследовательские цели, которые тоже входят в план этих учений. То есть учения такого рода должны помочь военному командованию и военно-политическому командованию НАТО определить, что они имеют, и соотнести это с тем ресурсами, которые может выделить противник для проведения каких-то агрессивных действий. Они должны понять, как работают в сегодняшнем мире и алгоритмы, которые закладываются в план этих учений. Они должны определить, как осуществляется взаимодействие между различными структурами внутри НАТО, между различными подразделениями, кто за что отвечает, как организуется подвоз-доставка, как перемещается ли личный состав и боевая техника, как организуется обороны и так далее и тому подобное. Поэтому просто перестраховкой это назвать нельзя. Опять же, исходя из того, что на Вильнюсском саммите было принято решение о том, чтобы развернуть 300-тысячную группировку НАТО на восточных границах Альянса. И, в общем-то, эти учения являются такой репетицией развертывания данной группировки на восточных границах Альянса. НАТО, опять же, по результатам Вильнюсского саммита, мы должны это четко для себя понять, предельно ясно обозначает и принимает угрозу со стороны Российской Федерации. Поэтому НАТО, как организация, в общем-то, предпринимает такие активные шаги для того, чтобы подготовиться лучше к возможной агрессии Российской Федерации. Ну и есть еще одна цель учений, которая проводится в таком масштабе. И это как бы показать противнику, что его замыслы не могут быть реализованы в простой способ, и показать противнику свою силу и готовность и возможность отбивать любой вариант агрессии. Поэтому за любыми учениями такого рода очень пристально наблюдают все заинтересованные представители военного атташата любой страны, которая приглашена для наблюдения за этими учениями. То есть здесь есть несколько, как я уже сказал, аспектов этой политической, военная подготовка и подготовка театра военных действий и отработка алгоритмов. То есть это очень комплексное мероприятие. Особенно если учесть такое мероприятие, как эти учения, которые растянуты на несколько месяцев. Ну и они, в общем-то, служат всем перечисленным целям, о которых я говорю. Знаете, не стоит, безусловно, недооценивать противника, но все же, есть ли у России ресурсы для того, чтобы нападать на Альянс? Знаете, если говорить о ресурсах или о потенциале, то я был один из тех, который до конца не верил, что сосредоточение той группировки, которая была на наших границах до 24 февраля 2022 года, может означать неминумное вторжение. Но просто исходя из того, что по численности, по количественному и качественному составу эта группировка была слишком мала, а боевой порядок, то есть ее размещение, ну как бы не свидетельствовало ли о том, что они решатся на такую авантюру, которая случилась. В связи с этим, знаете, я бы хотел сказать, что безусловно, боевого потенциала Российской Федерации на войну, в которой они могут рассматривать вариант победы как основной вариант своих действий, конечно же, в России нет. Но это не исключает возможность некой военной авантюры, на которую могут пойти руководители в Кремле, и вы, имея уже опыт войны в Украине, мы можем себе предположить, какова будет цена этой военной авантюры. Так вот, эту военную авантюру мы исключить не можем. Тем более нужно понимать, что на сегодняшний день Россия просто физически не сможет добиться каких-то целей в Украине, а Охласу нужны победы. Кремлевский режим должен показывать своему народу населению, что он прочно стоит на ногах, добивается каких-то побед. И поэтому есть, знаете, такое желание добиться результатов в возможном другом направлении, где сидят, как говорится, непуганные противники, и там добиться каких-то результатов. Как ситуация дальше будет развиваться? Ну, они об этом не сильно думают или считают, что в избежание большой войны с ядерным государством страны НАТО откажутся от имплементации ст. 5 НАТО и проглотят захват той или иной страны или группы стран на восточном фланге НАТО. Поэтому исключать в таком случае войну или агрессивные действия против одной или нескольких стран НАТО на восточном направлении мы никоим образом не можем. Кроме того, мы видим абсолютно объективные и четкие признаки того, что Россия всерьез готовится к введению боевых действий на этом направлении. Вы знаете, я тоже привожу такой пример иногда, что если посмотреть в любой учебник по основам национальной безопасности, то там четко прописано, что создание органов военного управления оперативного уровня поблизи границ страны является четким признаком угрозой национальной безопасности. Таким образом, как по-иному трактовать восстановление Ленинградского военного округа, управления Ленинградского военного округа, органов военного управления именно оперативно-стратегического уровня. Только таким способом. Мы в наших интервью, в наших беседах с различными журналистами обсуждали вопросы создания десантно-штурмовых бригад на территории Российской Федерации. Но нужно понимать одно, что для использования их в своем основном качестве как десантно-штурмовые бригады на Украинском фронте это практически бессмысленное занятие, потому что мы сбивали вертолеты и самолетов противника еще в феврале 2022 года. Сейчас сравнить потенциал системы противовоздушной обороны Украины с тем, что мы имели в феврале 2022 года, совершенно невозможно. По своей силе использовать эти подразделения против Украины нет никакого шанса. Но это не означает, что они могут попробовать использовать их на других направлениях. И тут можно говорить о странах Балтии, мы можем говорить о Сувалском коридоре, о каких-то регионах Польши в том числе. Еще такой вопрос по поводу F-16. До конца года Украина получит первые самолеты и также необходимые комплектующие к ним, инфраструктурную часть. Не опоздает ли эта помощь, учитывая, что год только начался? Ну, знаете, трудно сказать. И мы с вами об этом уже говорили, что противник делает все возможное для того, чтобы добиться максимальных результатов на линии Украино-Российской войны, на линии фронта Украино-Российской войны. Нам эти самолеты нужны были 24 февраля 2022 года, и это было очевидно. Но, как говорится, получим то, что мы получим тогда, когда мы это получим. И тут, как говорится, уже трудно говорить рано или поздно. Они будут, они придут, но до этого нам надо держаться. Повторюсь еще раз, это как бы к такой войне никто никогда не готовился. И, в общем-то, все решения принимаются в очень жестком лимите времени. И есть очень много факторов, которые объективно задерживают как бы практическую реализацию этих учений. Извините, этих решений. Поэтому получим. И, безусловно, еще раз повторюсь, хотелось бы, чтобы они были еще вчера, но реалии немножко по-другому выглядят. Это правда. Сергей, спасибо вам большое. Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, обсудили ситуацию на фронте, военную помощь Украине от союзников, а также потенциальную угрозу России для стран НАТО. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok